Друзья, перед началом этого видео важная информация. У нас есть YouTube канал, Telegram канал и Instagram канал, на котором вы скорее всего смотрите это. И очень важно, чтобы вы туда подписались, потому что нам очень нужны ваши лайки и комментарии. Так что вперед и приятного просмотра. Хочу поздравить Азамата Пшукова с очень яркой победой. Отличный нокаут. Расскажи, какие мысли. Мысли, честно сказать, я не ожидал, что я смогу его нокаутировать. Планы были именно с левого бокового, потому что, вот я только что говорил, мы с Арэном Акапианом именно этот левый боковой очень долго отрабатывали. Я очень рад, что у меня получилось это сделать. Расскажи вообще про свою команду. Я вижу, что ты с логотипом «Львиное сердце», при этом ты черкес и довольно несвойственный. Ну, я черкес, сам я с Бахстанского района, но как бы долгое время я живу в Москве с семьей. И как бы тренируюсь здесь, выступаю за «Львиное сердце», «Спарта», тренера Армен Гулян, Магомед Шахбанович. Ну, я как бы 12-13 лет в Москве и тренера здесь, команда здесь. Расскажи немножко, почему выступил на этом турнире или не было альтернатив, просто, ну, основные болельщики ребят в Садыгеи, это Краснодар, Сочи, вот на турнир в Сочи. Я не знаю, видел ты или нет перформанс, приезжали на конях, а также Краснодар, скоро будет турнир России. Почему Москва? Ну, я думаю, в первую очередь, то, что я как бы, ну, с Москвы, сам по себе, то, что я тут живу, не надо никуда лететь, как бы мне это и на плюс пошло. Мне, как бы, изначально, мне сказали, что 13-го или 12-го, когда там был турнир, что я там подерусь, но… Который на Красной Поляне. Да, да, который на Красной Поляне было. Изначально я там должен был подраться, но я не знаю, в связи с чем, но перенесли, перенесли на Москву. Как бы, я начал туда готовиться, а потом и соперник поменялся, и дата поменялась. Ну, я, как бы, не против был этого, потому что, ну, мне проще в Москве, чем куда-то лететь. Но, конечно, я бы хотел со всеми на Красной Поляне, но ничего, я думаю, я еще успею, я только начал тут драться. По поводу успеешь, это третий бой был твой в Лиге АСЕЙ. Да. Обычно АСЕЙ заключает контракт на четыре боя, я правильно понимаю, что осталось последний по контракту, если так, нет? Нет, первый бой с Абельтаровым у меня просто на один бой был контракт, то есть мне на замену предложили, я вышел. После этого, уже вот, когда мне предложили Имран Букуева, тогда уже чуть другие условия были, и уже с контрактом на четыре боя. То есть у меня еще два боя, по идее, по контракту. То есть ты планируешь продолжать свое будущее бойцовское в Лиге АСЕЙ? Да, я хочу. Окей, и бой совсем прошел без повреждений для тебя, когда ты готов вернуться? Честно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, как Леша сказал, как бы жду пополнений. И сейчас все мои внимания, скорее всего, туда будут, потому что как бы надо семью сейчас заняться. Азамат, тогда поздравляю тебя с победой и с пополнением. Друзья, вы подписаны на Инстаграм Азамата Пшука, он появится внизу экрана, подписаны на Инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. А обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику, а каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.